Пианист 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Играю ДимаTorzok 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 оборону? Это какая-то особенная такая? Что касается количества, это всегда такой процесс взаимный, опять же. То есть я записываю кавер на какую-то группу и потом просто начинаю раскидывать его по разным сообществам, ВКонтакте, там еще где-нибудь. И есть такие админы, которые сразу же делают репост, потом приходит много людей из этих групп и собирается довольно большой фан-клуб у меня уже в группе. И люди ждут больше каверов на ту же Гражданскую оборону, там на пикник, скажем, очень много, аквариума тоже много. А есть такие группы, вот я записал какую-то песню, послал админу, он говорит, вот, у нас по правилам группы запрещено публиковать кавер. Ну ладно, тогда следующий кавер будет там через два года, грубо говоря. То есть я бы с удовольствием писал бы больше и на какие-то другие группы, но сейчас особенно востребована Гражданской обороной, поэтому я стараюсь стабильно выкладывать по несколько каверов в год. Уже больше десятка записанных в Ютубе. Ну а музыка, она является вашим постоянным источником доходов. Я видел выступления в составе оркестра. Музыка является моим фактически единственным источником дохода, но по большей части я преподаю, конечно, то есть как все музыканты профессиональные у меня есть ученики. С моей супругой мы выступаем с концертами, совершенно различные программы. Вот сегодня она будет, поможет мне, там несколько песен споет по-английски. А так в основном, ну мы живем в Германии, там такая программа в основном востребована оперы, опереты, мюзиклы. В общем, такая как бы более, ближе к классике программа. А как вы познакомились со своей супругой Натальей Балентой? Ну, мы вместе учились в, это называется, высшая школа музыки, то есть это как бы уровень консерватории. И так случилось, что она певица, да, и так получилось, что на одну халтуру нужно было срочно найти замену певицы. И вот пригласили ее, потому что она очень классно исполняет опереты. Если кому интересно, есть записи в Ютубе тоже, как она поет опереты, очень здорово. С оркестром есть, и с фортепиано. И потом мы стали как-то очень близкими друзьями, и все пошло, поехало. В итоге теперь мы вместе и выступаем вместе, и живем вместе, в общем. И путешествуем вместе. А кавера в Германии, они тоже пользуются каким спросом, среди знакомых, может быть? Я бы хотел в Германии сделать концерт каверов, даже, наверное, специально в Германии сделать концерт русских каверов. Но это нужно будет организовывать, наверное, среди русской тусовки. С удовольствием я бы поездил по городам Германии с такими концертами. Пока что просто я этим не начал заниматься. А что касается просто каверов, там, ну, я играю свои, как бы, импровизации, можно сказать, на известные песни, можно сказать, ну, годы с 2005-2006. Но тогда я их еще не записывал, я просто играл это по ресторанам, по каким-то клубам. То есть это был тоже, опять же, способ заработка, параллельно с учебой. Я подбирал какие-то и джазовые вещи, и Битлз, там, Стинг какой-нибудь. Укроплял туда какие-то пьесы, которые не совсем характерны для барного исполнения, скажем. То есть, есть какие-то более джазовые пьесы, которые вот все, 100% пианистов в барах исполняют, ну, таких в элитных, что называется, барах. А я туда добавлял, например, ну, что-нибудь, ну, какой-нибудь Queen, например, да, то есть, какую-нибудь песню, которая вроде бы звучит, или Джон Леннон, например. Вот сложно представить себе вот просто в обычном баре, где люди пришли отдохнуть, и вдруг звучит Джон Леннон. Я его как бы оформлял в таком более легком стиле, и он проходил, проходит до сих пор очень-очень хорошо на любом банкете, я не знаю. КОНЕЦ А ты вообще родился-то в России? Да, конечно. А где, если не секрет? Да, родился в Питере. Ну вот, учился в Питере, потом поехал учиться в Петрозаводск, в консерваторию, там прожил 6 лет, и с 2010 года я фактически обитаю в Германии, стараюсь приезжать минимум два раза в год в Россию, и практически каждый раз как минимум в Питере, и вот последний сезон еще в Москве каждый раз стараюсь делать концерты. Ну, а почему в Германию, почему вот уехал в Германию? Ну, формально я уехал туда учиться, да. Ну, и закрепился, грубо говоря. Закрепился? Ну как, не скажу, чтобы я вот совсем закрепился. То есть я особенно не стремлюсь как-то вот засесть куда-то, вот получить какую-то стабильную работу, и вот просто вот с утра до вечера сидеть на работе, там зарабатывать деньги. Я еще достаточно свободно живу, то есть у меня какие-то есть частные ученики, какие-то концертики, какие-то халтурки, то есть это, конечно, в плане денег получается меньше, чем хотелось бы, но при этом я могу в любой момент уехать куда-нибудь с концертом или просто поехать домой, если есть какой-то повод, ну вот, или куда-нибудь. Ну, у тебя там, получается, вид на жительство или просто виза? Ну, это такой тип вид на жительство, виза, то есть от учебы я учился, потом у меня был на поиск работы, они дают какой-то вид на жительство. В общем, есть варианты продлевать эту визу. То есть это никак не связано с политической обстановкой в России, в мире? Ну, я еще раньше писал у себя в ВКонтакте, что политическая обстановка, она как бы, это второстепенный фактор, то есть у меня претензии к родине в первую очередь погодные, но вот в вторую очередь общие эстетические какие-то. То есть как ты относишься к ватникам, например? Раньше как-то они меня раздражали, сейчас я просто ухмыляюсь, не знаю. Ну, то есть я уже давно, уже несколько лет практически перестал спорить по факту на какие-то политические темы. Я начинаю дискутировать только на предмет логики в словах, то есть когда я вижу явные логические нестыковки. Люди разные живут в разных контекстах, может и я не прав, кто знает. И в дискуссии контекст не передать, я не могу доказать человеку, что он не прав. Ну а себя ты больше причисляешь к либеральной тусовке или придерживаешься какой-то нейтральной позиции? Поделились мнения на два лагеря, скажем так? Я сочувствую тем движениям, которые в России называются либеральные. Скажем так, в Европе слово либерал имеет совершенно другое значение, чем в России. Это такие достаточно левые силы, которые как бы за увеличение налогов, за увеличение всяких социальных выплат, в том числе за увеличение количества мигрантов, за все-все-все. То есть к этому я отношусь достаточно скептично. С точки зрения европейца я больше консервативный какие-то. Я не понимаю, вот слово консервативный в России означает какое-то мракобесие и все запретить, всех посадить. Как бы я это совершенно не разделяю. Ну вот, а если рассматривать в общем каком-то глобальном контексте, как бы я вот в идеале лет через сто видел там, не знаю, будущее страны или мира, то я придерживаюсь каких-то больше таких, как называется, либертарианско-анархо-капиталистических взглядов. То есть, что людям в принципе государство практически не нужно. То есть люди, если действительно доверяют друг другу, если могут самоорганизоваться, то они все могут сделать лучше, чем если им это сделает государство. Это видно на примере любой, там не знаю, где-то там, не знаю, частный какой-то супермаркет, заходишь и там все каким-то образом структурировано само по себе. А через дорогу там, не знаю, государство поставило газон. Там земля вываливается, эти бордюры отпадают или, как в Питере говорят, поребрики. Ну вот, то есть банальный пример, но как бы, но это в идеале, это пока что это, понимаю, что это пока что утопия, но надеюсь, что технический прогресс и информатизация приведет нас к этому. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан!